Немецкие войска Немецкие войска дошли до рубежей Дона и Азовского моря и остановились. Немцы овладели богатейшей областью, большей, чем вся Германия. Здесь, на Дону, так же, как на Украине, германский главный штаб немедленно вмешался в политику и укрепил крупное землевладение. Станичников, богатое казачество, которое всего года 4 тому назад хвалилось с налета взять Берлин. Эти самые коренастые, с красными лампасами, широколицые казаки, крепкие, как литые из стали, казались теперь ручными овечками. Еще немцы не подходили к Ростову, как уже десятитысячная казачья армия под командой походного атамана Попова бросилась на донскую столицу Новочеркасск. В кровопролитном бою на высоком плоскогорье по наддонам красные казаки новочеркасского гарнизона и подоспевшие из Ростова большевики стали одолевать донцов. Но дело решил фантастический случай. Из Румынии пешком шел добровольческий отряд полковника Дроздовского. 22 апреля он неожиданно ворвался в Ростов, держал его до вечера и был выбит. Дроздовцы шли в степи искать Корниловскую армию. В пути 25 апреля услышали под Новочеркасском шум битвы. Не спрашивая, кто, почему и зачем дерется, повернули к городу. Врезались с броневиком в резервы красных и произвели отчаянный переполох. Увидев с неба свалившуюся помощь, донцы перешли в контратаку, опрокинули и погнали красных. Новочеркасск был занят. Власть от Ревкома перешла к кругу спасения Дона. А затем подошли и немцы. Под их покровительством казачий круг в Новочеркасске, куда немцы благоразумно не ввели гарнизона, вручил атаманский пернач генералу Краснову, как он сам выражался, личному другу императора Вильгельма. Зазвонили малиновые колокола в соборе. На огромной булыжной площади перед собором станичники закричали «Ура!» И седые казаки говорили «Ну, в добрый час!» Дальше Ростова, вглубь Дона и Кубани немцы не пошли. Они попытались было замерить Батайск, станицу, лежавшую на левом берегу напротив Ростова, населенную рабочим людям ростовских мастерских и фабрик и пригородной беднотой. Но, несмотря на ураганный огонь и кровопролитные атаки, взять его так и не смогли. Батайск, почти весь залитый половодьем, сопротивлялся отчаянно и остался независимым. Субтитры создавал DimaTorzok